На России знатно подгорает. Простите, ребят, редакторы, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут. У пропагандистов и кремлевских ртов истерика. И все из-за визита Владимира Зеленского в Америку. Зеленский их сукин сын, а соответственно ему позволено все. Тем более, он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей страны. Его привезли показать, какой он друг Америки, какой он герой. И создать впечатление, что Зеленский и его правительство побеждают, и что это победа Америки. Президента Украины сопровождал глава офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его кроссовки с буквой «Н» известной фирмы не прошли дресс-код пропагандистов. Он в каких кроссовках правильно? Он «З» намекает. Я русский агент. Дальше. Кто встречает? Устречает Байден. Что у него на галстике? Правильно. У него галстук Георгиевской ленты. Это же намеки. Это первая международная поездка президента Украины. И она имела особое значение. Ее без преувеличения можно назвать исторической. Конгрессмены приветствовали украинского лидера длительными овациями. И высоко оценили его речь. Это была одна из лучших речей, которую я когда-либо слышала в Конгрессе. Это было исторически. Российских пропагандистов речь тоже впечатлила. Якобы оригинальный титр на самом деле подходит другому президенту, который пришел к власти с помощью террористических атак, где погибли сотни мирных россиян в 1999 году. Именно они помогли начать войну с Чечней и получить поддержку от народа. Намечались выборы. Из Путина надо было сделать высокорейтинговое существо, которое может из ничего стать хозяином Кремля. В российской терминологии царем. Другого способа, как война, и желательно кровавая, но нет, не было. И Путин вновь начал войну. В своей стране он снова царь. Я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. А за пределами своей страны царь – обычный лузер. Россия меньше, чем за год потеряла в войне с Украиной 100 тысяч мужчин трудоспособного возраста и 260 тысяч тех, кто убежал в другие страны от призыва. Его армия оккупантов получает жесткий отпор. И больным фантазиям не до диктатора об Украине никогда не сбыться. Мы, оказывается, битву за Киев проиграли. Это когда в Стамбуле жест доброй воли, и мы отвели свои войска из Киева, из Чернигова. Это, оказывается, была битва, которую мы проиграли. Из Херсона, да, мы ушли. Правда, интересная битва, да, при которой вообще ничего не потеряли. Из людей никого не потеряли. Харьков, да, неприятно. Правда, Харьков, к сожалению, ну, это отдельная тема. Жаль, я так и не вижу наказанных. Но по телевизору российскому народу делают акцент совершенно на другом. И до сих пор рассказывают сказку про Киев за три дня. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. Визит президента Украины в Вашингтон был быстрым, но очень результативным. Украина получила очередной пакет помощи почти в два миллиарда и долгожданную противовоздушную систему «Патриот», которая может сбивать не только крылатые, но и баллистические ракеты. Президент Джо Байден уточнил, что это оборонительное оружие, а не наступательное. Но расисты уже наделали в штаны и установили ПВО вокруг Москвы. У нас на веревье двуохи поставили. Если видите, вон они стоят в полях. Преддверие Нового года во избежание катаклизма или чего-то, как они называются? Ракеты. Охрана бдит. Так что вот так вот будем праздновать Новый год своим верком. И ПВО, и истерики пропагандистов. Очередное подтверждение того, что Украина победит. И состоится это очень скоро.